К нам присоединяется Христо Грозев, расследователь по России из журналистского коллектива Bellingcat. Он был членом команды, которая обнаружила и собрала ключевую информацию о крушении рейса MH17. Он с нами на связи из столицы Австрии, Вены. Добро пожаловать. Основываясь на тех доказательствах, которые вы видели, есть ли сомнения в том, что за сбитым MH17 стоит Россия? Сейчас у нас нет никаких сомнений, а мы видели даже больше доказательств, чем те, что были представлены в суде, поскольку мы кропотливо изучили каждый фрагмент телекоммуникационных данных, каждую спутниковую фотографию, каждый пост в соцсетях российских солдат, которые двигались из Курска и состояли в 53-й зенитной ракетной бригаде, которая, по мнению следствия, могла транспортировать за РКБУК границы России. Мы видели так много взаимно подтверждающих доказательств, что в целом не существует другого, альтернативного объяснения произошедшему, кроме того, что Россия предоставила оружие, с помощью которого был сбит самолет и убиты 298 человек. Ясно. Что ж, давайте теперь поговорим о поведении России после катастрофы. В своих расследованиях вы говорите, что российские государственные деятели не только отказались сотрудничать со следствием, но и активно пытались фальсифицировать доказательства и распространять дезинформацию. Российская позиция после катастрофы заключалась в том, чтобы распространить как можно больше взаимоисключающих и противоречивых теорий о том, что могло произойти, чтобы среднестатистический потребитель новостей просто устал. Кто-то недавно использовал очень хорошую метафору для описания этой ситуации. Это как хакерская атака на мозг, хакерская атака на СМИ, по сути, бомбардировка СМИ альтернативными теориями произошедшего. Мы насчитали более 75 различных теорий, которые распространялись различными российскими агентствами, как государственными, так и частными, которые выступали по указанию российского государства. Например, теория, согласно которой жители Восточной Украины видели своими собственными глазами украинский самолет, который летал над облаками. Это невозможно даже чисто технически. И это всего лишь один пример теории, который распространялись, чтобы размыть доказательства. Если бы Россия хотела установить правду, она бы просто сотрудничала со следствием в той степени, в которой ее об этом просили. А она по-прежнему отказывается. Например, следственная группа и судьи просили Россию предоставить доступ для проведения допроса членов 53-й бригады, офицеров из этой бригады, чтобы они могли оправдать себя, оправдать Россию. Россия же хранит молчание и не предоставляет такой доступ. Россия продолжает утверждать, что она исключена из расследования и ей не дают возможности внести свой вклад. Но в то же время она не выполняет такие запросы на предоставление данных. Вы упомянули, что было много теорий. Насколько трудно было следователям не пойти по ложному следу? Сначала было очень трудно, поскольку международная следственная группа не привыкла иметь дело с государством с таким большим опытом дезинформации. Мы встречались несколько раз с членами следственной группы на протяжении этих лет. Мне кажется, они были просто не готовы к такому противодействию с другой стороны. Поэтому, конечно, одной из самых больших проблем было то, что любая информация, которая исходит от свидетелей или от фальшивых свидетелей или российского правительства, должна была быть тщательно проверена. И много времени и усилий должно было быть потрачено на проверку этих фейков, и это привело к ужасным задержкам в совершении правосудия. Но это необходимо, и команда расследователей потратила большое количество времени на это. И так далее. И так далее. My team has wasted a lot of time doing that. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok